В центре Луганска расположена улица имени Павла Сороки. Многие луганчане, особенно юного поколения, проезжают или проходят мимо, даже не зная и не задумываясь, кто такой Павел Сорока и чем заслужил право дать свое имя одной из улиц областного центра. Но все-таки, если улицу называют именем человека, значит его жизнь была примером в работе, отношении к людям, и он оставил след и в истории нашего города, и в памяти людей. Павел Антонович Сорока, директор Луганского тепловозостроительного завода с 1952 по 1965 года, остался в памяти заводчан как пример руководителя, грамотного и профессионального, находящего нужные решения в критических ситуациях, умеющего и наказать, когда нужно, и поощрить, и который всегда знал нужды людей и находил время помочь. Он знал труд рабочего не понаслышке, поскольку учился в железнодорожном училище, затем в техникуме, работал помощником кочегара, помощником машиниста, мастером паровозо-ремонтных мастерских. Затем решил продолжить обучение. А в 1933 году, после окончания Харьковского машиностроительного института, Павел Сорока поступил на работу на Луганский паровозостроительный завод. Человек начинал с инженера, свою деятельность на заводе, дорос до главного конструктора, до главного инженера и стал директором завода. То есть работу предприятия он знал изнутри, знал все тонкости производства паровоза, а в дальнейшем и тепловоза. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что он сам прошел все эти ступеньки, это помогало ему при общении с людьми, знал нужные заботы и как мог помогало ему. И, по-видимому, это его человеческое отношение, хотя он был жестким человеком и требовательным, оно помогало и создало такую о нем репутацию, как о человеке-легенде. Павел Антонович старался вникать во все мелочи производства. Завод при его руководстве перешел на новый, более сложный и прогрессивный этап своего развития. Но результат был достойный, и продукция Луганского тепловозостроительного завода имени Октябрьской революции принесла славу предприятию не только в нашей стране, но и за рубежом. В 52-м году он стал директором, а в 56-м году было принято решение развивать тепловозную тягу, то есть переход с паровозов, которые были не очень экономичные, потребляли много угля, который мог потребоваться стране для других нужд, и подвигли на то, чтобы создать тепловозы. Первые тепловозы были созданы в Харькове, на Харьковском заводе, а мы уже потом переняли от них эстафету и начали освоение этой продукции. Ну, это то же самое, как вам после «Жигулей» пересесть на «Мерседес». То есть и с точки зрения эксплуатации, и с точки зрения производства ее, это немножечко разные технологии. Тепловозы больше машинного труда, а при производстве паровозов там было очень много ручного труда. И тепловоз, все-таки машина более технически оснащенная, и требуется уже и уровень знаний от рабочего, несколько иной, потому что тут и электрическая часть, и механическая. И это преобразование вылилось в то, что где-то к 65-му году уже на заводе была построена целая гамма новых тепловозов, в том числе и на «Экстон». Помимо тепловозов, завод изготавливал и другую продукцию для обороны и химической промышленности, сельского хозяйства. Рабочие завода также внесли свою лепту в освоение космоса. Предприятие было загружено заказами и использовало свои мощности по максимуму. В то время здесь работало около 40 тысяч человек. При его руководстве завод настолько выпускал много продукции современной на то время, и тепловозы того времени еще до сих пор ездят по рельсам нашей страны. В свой рабочий день Павел Антонович Сорока начинал не в тиши кабинета. Прямо с проходной он отправлялся в цеха. Заводчане часто видели его здесь. Заложив руки за спину, директор внимательно обходил производство. Он знал досконально, что происходит на заводе, каждую мелочь. И к 10 часам утра, времени ежедневного производственного совещания, директор уже знал основные производственные проблемы. Он начинал свой рабочий день. Он выходил в 5 утра из дому, по железной дороге проходил, по линии железной дороги проходил до второй проходной, и начинал обход с уходом. В каждом цехе он побывал, он узнал, как шло выполнение плана, какими трудностями оно сопровождалось или не сопровождалось. То есть узнавал из первых уст у тех рабочих, которые еще не сменились, а работали в ночную смену, как проходило выполнение этого задания. И уже знал те проблемные вопросы, которые необходимо решать в течение дня. И на их решение он тогда уже всех нецеливал. То есть не дожидаясь, пока там пройдет рапорт, когда там разберутся, что к чему и как. А человек, он грамотный, производство досконально знал, поэтому мог и вмешаться в случае необходимости, и предпринять меры до того, как уже наступит, допустим, угроза срыва заданий или еще что-то. В тот период, когда завод переходил на новый этап производства, большая роль и ответственность лежала на всех рабочих предприятиях. Нужно было повышать свой профессиональный уровень, осваивать новую технику. Директор Павел Сорока был очень требовательен к работе заводчан, но при этом никогда не забывал об их жительских нуждах. До сих пор на заводе рассказывают истории, когда помощь директорам была оказана даже в мелочах. Человеческое отношение его насказывалось в таких мелочах, как, допустим, идет комсомольская конференция, и один из делегаторов конференции подает президенту записку с просьбой отпустить его, и ему нужно из роддома забирать жену. Ну, конференция проголосовала, все похихикали, посмеялись, благословили его на этот поступок. Он уже собрался уходить, и в этот момент Павел Антонович его подзывает, он говорит, а цветы ты ей купил, вот, и вытаскивает из кармана, дает ему 25 рублей. Ну, по тем временам это как раз там где-то на хороший букет. Был еще один эпизод с рабочим довольно высокого роста, который, придя и с армии, а высокий и худой. Ну, и встретил директор его, хлопец говорит, а тебе, говорит, как? Говорит, хватает еды столовой? Ну, тот, честно признался, что маловато на одну порцию. Ну, распорядился, чтобы его кормили по двойной норме. Не забывал директор завода и о том, что не работа единая жив человек. Именно при нем был построен спортивный зал «Заря», в котором занимались и рабочие, и их дети. Здесь работали секции гимнастики, тяжелой атлетики, игровых видов спорта. Спортсмены завода принимали участие в соревнованиях не только в городе и области, но также Европы. Виктор Иванович Гусарев, тогда еще молодой рабочий, принимал участие в завершении строительства спортивного зала. А вскоре он вместе с баскетбольной командой получил спортивный разряд. Это было хорошее время. 17 сентября 1965 года, после окончания школы, я поступил на учебное отделение института и поступил на Луганский степлово-строительный завод в модельный тех учеников-модельщика. В скорости меня вместе с бригадой опытных модельщиков послали в помощь строителям гимнастического спортивного зала заводского. Во время работы обращу внимание, что в зал зашел среднего роста человек, руки за спину, и его сопровождало человек 5-6 работников завода. Я спросил у друзей, а кто это? Мне сказали, да ты что, Витя, это директор Павл-Антоний Шарока. Он прошел по залу, посмотрел на ход работы. Потом Павл-Антоний Шарока просил остаться после работы для того, чтобы завершить определенный объем работы. Нам будет привезено чай, кофе в 6-18 часов, пирожки с повидом, помню. А утром вы получите каждую премию в размере 10 рублей. Это были большими деньгами в то время. Вот так состоялась моя встреча с Павлом Антоновичем Шарокой, первая. А скорости в октябре месяце его не стало. 12 октября 1965 года на заводе проходило совещание. Рассматривался вопрос качества продукции. Совещание проходило нервно. Каждый отстаивал свою точку зрения. Но у каждого из выступающих была одна цель, чтобы продукция завода была лучшей, чтобы тепловозами Луганского тепловоза строительного завода можно было гордиться. Вроде бы обычное, рядовое совещание, каких было множество. Но Павел Антонович уже очень много лет принимал все проблемы завода близко к сердцу. И в ночь на 13 октября 1965 его сердце не выдержало. Ему было всего лишь 56 лет. У меня отец проработал в заводе с 20-го года по 66-й, по день смерти. Очень хорошо знал Сороку. И мне рассказывал очень много и только хорошее. Это и сейчас. Вот старожилы считают, что Сорока – это директор с Большевуком. Это знамя завода. Ну, тут до сих пор Сороку. Он очень много сделал для завода. Прощание с Павлом Сорокой проходило во Дворце культуры имени Ленина. Попрощаться с ним пришли тысячи людей. А заводские гудки проводили его в последний путь. За свои 56 лет Павел Сорока много успел сделать. Оставил память и в истории завода, и в душах людей. В экспозиции нашего музея есть целая витрина, посвященная легендарному человеку Павлу Антоновичу Сороке. Мне хочется сказать несколько слов об этом прекрасном человеке. Мнение, которое я сейчас выскажу об этом человеке, сложилось из рассказов многих, очень многих ветеранов-заводчан. Его называют «Человек-легенда». Почему? Мне хочется сказать так, что этот человек необычный тем, что он прост. Прост, как правда, человечный. Простота в разговоре, в общении, в доступе. И еще он интересен тем, что и слава о нем не молкает. Это уже почти полвека продолжается. Звонят, приходят, спрашивают, интересуются биографией. Это необыкновенный человек, имеющий очень много званий, очень много достижений. Настолько прекрасный производственник. И этот человек был настолько прост, настолько человечный, что в настоящее время о ком-то сказать очень трудно, чтобы были такие руководители, знающие, умные, доступные, интересные и человечные. Почти 50 лет нет Павла Антоновича Сороки на нашей земле, но его помнят и уважают до сих пор. Он является примером лидера и руководителя, который отдавал все свое время силы и знания предприятию и коллективу и жизненным девизом, которого было «Кто, если не я?». «Кто, если не я?», «Кто, если не я?», «Кто, если не я?». «Кто, если не я?», «Кто, если не я?», «Кто, если не я?». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова